Мы продолжаем говорить о Вестгутской Испании и этот четвертый эпизод лекции посвящен анализу концепции королевской власти, как она сложилась в Вестгутском королевстве. Давайте начнем разговор с внешнего облика короля. Собственно, Вестгутские короли исходили из того, что власть должна быть пышной. Король должен выглядеть внушительно, он должен самим своим видом ослеплять и внушать благоговение. Отсюда, собственно, золотые венцы, украшенные драгоценными камнями, пурпурные мантии, скипетр в руке, престол, на котором восседает король, тоже изукрашенный обязательно. Пурпурная мантия подчеркивает... Здесь все на самом деле имеет свое значение. Пурпурная мантия, понятно, по образцу императоров. Золотые венцы, я еще это покажу подробнее, это тоже, конечно, тоже источник вдохновения, это, конечно, тоже императорские диадемы. Вот, ну, скипетр, престол аналогичный, да. Титулатура. Во-первых, Вестгутские короли заимствуют себе все титулы римских императоров и часть титулов высшего наместничества, высшего чиновничества империи. Но при этом вводится и еще один очень любопытный титул, которого нет у римских императоров. Вестгутские короли начинают называть себя, когда они пишут себя в третьем лице, да, они называют себя Gloria Nostra, наша слава. Титул Глориозус становится официальным, обязательным, официальным префиксом к имени короля, то есть славный король. Это перед нами, на самом деле, очень важный семантический, очень важный, с точки зрения политической семантики, момент. Подробно останавливаться не буду, иначе это перерастет в отдельную лекцию политической философии. И политической теологии. Но укажу на источник. Источником вот этой славной титулатуры, да, выступает, конечно, первая книга Маковеев, то есть Ветхий Завет напрямую, что очень четко коррелирует еще и с тем, что Вестгуты вводят, опять-таки, заимствованные из Ветхого Завета, помазание на царство. То есть, смотрите, уже здесь вот просто маленький нюанс. Вестгуты отстраивают образ своего короля как равного императору, но при этом превосходящего его. То есть, у Вестгутов есть все, что есть. У Вестгутских модархов есть все, что было у императоров. Ну, начиная там с прерогатива законодательства, да, заканчивая вот одеянием, троном, золотой диадемой и все. Но при этом есть ряд вещей, которых не было у империи. В частности, это помазание на царство, в частности, это титул «Глория Ностра и Глориозус», в частности, это неприкосновенность персоны короля, обосновываемая, кстати, тоже отсылкой на Ветхозаветное текст «Ноли тангере кристос меос», «Не прикасайся к помазанникам моим», да, это псалтырь. И параллельно воссоздание дворца, как одновременно и как ритуального пространства, и как института, дублирующего, соответственно, функции имперского дворца, и придание Толедо статуса урбс-регия царского города по образцу Константинополя, и даже введение военных триумфов королевских. То есть, короли, возвращаясь с победой в Толедо, устраивали вот эти вот триумфальные шествия. То есть, мы во всем видим, все как в Византии, но лучше. Такая своеобразная антивизантия, повторюсь. Ну, что касается золотых венцов, давайте посмотрим поподробнее. Вот перед вами вативная корона лица свинта. Вативная, то есть, пожалованная церкви в знак экс-воту, в знак обета, да, точнее, исполнения какого-либо обета. Она представляет собой часть знаменитого гуара Росарского клада, вот, где, в принципе, входило девять корон, да, и шесть крестов из золота. Самая большая была корона свинтила, мы знаем по описанию. Мы знаем также, что ее умыкнули в 1921 году, и никто не знает куда. Вот, но корона лица свинта, вот она перед вами, подвески под короной, да, это буквы, складывающиеся в фразу «рекцесвинтус рекс офферт», то есть, король лица свинт жалует. Буква «р» пропала, и вы не увидите ее в Матлицком археологическом музее, первая буква имени короля, да, зато вы ее можете обнаружить в экспозиции в музеях Клюни в Париже. Ну, вот, как, собственно, еще несколько корон из склада Гуарасара. В Париж попадает довольно много того, что принадлежит испанцам. Но внимательно, пожалуйста, на форму короны. Мысленно, мысленно я сказал, отсеките от нее с одной стороны цепочки подвесные, а с другой стороны буквы и крест, висящие внизу. И тогда перед нами окажется знакомая нам с вами по иллюстрациям к прошлой лекции императорская диадема. Собственно, перед вами император Диадель Тиан слева и знаменитый портрет Юстиниана на мозаике из Сан-Витали справа. Вот это прототипы, императорские диадемы, императорские венцы. И здесь, соответственно, на этом слайде вы видите еще одну такую модификацию. То есть, внизу-то понятно, внизу это как раз венец Рецесвинта с обрезанными цепочками и подвесками, да, вот сам венец. А наверху это знаменитая железная корона Лангобардов, хранящаяся в Монце, недалеко от Милана. То есть, вы видите, да, что даже короной своей вестготы повторяют и, как бы сказать, пытаются превзойти византийцев. На это, кстати, указывает и то, что корона вестготов сделана, ее основа сделана не из железа, скажем, как у Лангобардов, да, а из золота. Из золота и камни там, это сапфиры, обработанные сапфиры. Это безумная терлевизная вещь, очень красивая, очень дорогая. Вот. Ну вот один из вативных крестов, тоже Луар-Рассарского клада, только, наверное, так, из музея Клюни. И, пожалуйста, тоже золото, сапфиры, аметисты. Дорогой, очень дорогой предмет. Дорогой. И главное здесь, понимаете, здесь не цена. Не цена монет, а здесь роскошность. Вот этот предмет роскошен. Он своим блеском должен оттенять величие вестготского короля. То есть, при одном взгляде на него должно быть понятно, что это никакой не наместник империи, что это полновластный владыка своего королевства, не нуждающийся, в общем-то, в императоре. Повторюсь, для закрепления вот этого образа вестготские епископы изобретают ритуал помазания на царство. Ну, изобретают, в смысле, берут его из Ветхого Завета и адаптируют. Первым королем достоверно известных троп помазали на царство был Вамба в 672 году. Но, вполне возможно, это использовалось и раньше. Но мы просто не знаем, ничего сказать не можем. Соответственно, ритуал помазания обязательно проводился не где-нибудь, а в Толедо, в Рубсреге. И там, в свою очередь, не где-нибудь, а в соборной базилике, в главном храме города, в базилике святых апостолов Петра и Павла. Соответственно, результатом помазания становилось создание сакрального тела короля. То есть, король переставал быть исключительно земным человеком. Он становился одновременно... Знаете, Конторович это очень точно определяет. Он становился одновременно Кристос Перункционем. Христом по помазанию. То есть, вот это вот богочеловеческое... Он становился причастен к богочеловеческой природе. Отсюда, собственно, возникновение и формирование в Вестботском королевстве довольно разветвленной, большой культурой, ритургических гимнов и церемоний, связанных с королем. Перед выступлением в поход королю благословляли, собственно, знамена. И символом королевской власти предсказуемо становится крест. Если идти немножко дальше, то давайте посмотрим на другую сторону избрания короля. Помазание – это таинство все-таки. Но как происходило земное избрание? Ну, во-первых, король, конечно, избирается, я напомню. Но, кстати, как и император тоже избирается. Вот, и так короля избирают. Избирает кто? Во-первых, кандидат – это никакой не римлянин, конечно, это кто-то из числа знатных готов. Именно Вестгот. До, собственно, примерно 7 века готы и испано-римляния достаточно четко разграничивали. Отграничивались один от другого, одни от других, да? Лишь где-то к середине 7 века по материалу некрополей становится понятно, что все уже невозможно отделить готов от испано-римлян. Они, похоже, окончательно перемешались. Но это уже последнее полвека существования королевства, вы же понимаете. До этого готы – это отдельная прослойка. И вот король может быть, конечно, только кто-то из числа знатных готов. Выбирать его, в свою очередь, должны высшие должностные лица и епископы. Обязательно епископы. Причем чем дальше, тем больше будет роль епископата в выборе короля. При вступлении на трон король приносит клятву народу, а народ приносит ответную клятву королю. Потом это трансформируется с середины 7 века. Это будет выглядеть как клятва народа королю. И король принимает клятву народа и отвечает ему короткой своей клятвой. Наконец, если попробовать суммировать процедуру, смотрите. Я напомню, лимских императоров, если мы возьмем, скажем, жизнь 12-ти цезарей, святония, или жизнеописание августов, продолжателей святония, то мы с вами увидим, что лимских императоров избирали как? Их поднимали на щит легионы, выкликали на народном собрании, аккламация, и дальше их утверждал сенат. Еще раз, легионы, народ, сенат. Вот три инстанции. Вот смотрите, для вестгутских королей на щиты поднимает войско, причем натурально короля поднимали на щит и обносили по кругу. Король должен был стоять на щите, учитывая то, что вестгутские щиты, они выпуклы и формы стоять на них было тяжело, я вас уверяю. Это было довольно серьезное испытание, вот, устоять на щите, которые несут на плечах. Вот, войско поднимало короля на щит, соответственно, народ приносил королю клятву, и король отвечал ему взаимностью. И вместо сената короля помазывали епископа. Вестгутская церковь, церковь Вестгутского королевства, так знаете, ненавязчиво, ненавязчиво дает понять, что она занимает в этой системе место имперского сената. Вот, и, конечно, особую значимость вот в этой системе координат, да, когда такое внимание уделяется церемониям вступления на престол, ритуалам, вот, всего этому комплексу, да, особое значение принимает тирания, тирания, которая трактуется как узурпация власти. Узурпатор – это rex tirannus, благочестивый король – rex justus vel religiosus. Вот здесь очень любопытная дилемма. Что она нам показывает? А показывает она нам, между прочим, очень важную вещь, что тирана от короля отделяет, вообще-то, признание со стороны епископата. Rex tirannus, он, видите ли, тоже rex. И если епископы признают тирана законным королем и помажут на царство, то тогда он будет не узурпатор, а законный правитель. Как говорится, привет родным. Вот. Ну и сейчас просто внимание на слайд. Это перечень основных текстов, нарративных текстов, не нормативных, да, не правовых, а именно нарративных, и отчасти агеографических, где прописывается, выписывается образ королевской власти. В культуре Вестгодской Испании. Это, конечно, Исидор Сивильский, Тайон Сарагозский, и, безусловно, это история короля Вамбы Юлиана Толецкого. Ну, остальные тексты тоже перед вами. А мы на этом закончим говорить о королевской власти и перейдем к разговору о правовой системе Вестгодской Испании. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok